Весы, приветствую вас! Меня зовут Ева Лехцер. Вы на моем канале. Для вас снимаю ваш второй прогноз на июнь 2022 года. Встречаем наконец-то лето. Будем открывать карты, смотреть, к какому событийному ряду вам готовиться. Работаю сегодня с колодами Таро иллюминатов, а также Эпиклайт или Норман. И будем просматривать основные сферы жизни. Те, которые волнуют нас более всего. Поэтому настраивайтесь на расклады на получение информации. Будем с вами смотреть. Общая энергия месяца. Что ожидают в плане работы, финансов, здоровья, личной жизни и совет от карт. Ну давайте начнем. Общая энергия месяца. У вас здесь ложится королева кубков. Аркан, который указывает за чувственную сторону вопроса. Потому что это, знаете, как желание насладиться природой, моментом, теплом, летом, отдыхом. Погрузиться в творческие мотивы. Понимаете, здесь как возродиться эмоционально, духовно. У кого-то может быть собственное желание погружения в психологию, в эзотерику. Либо взаимодействие с психологом. Ну а в целом королева кубков это взаимодействие с женщиной водной стихией. Это рак, скорпион или рыбы. Либо просто женщина очень мягкая, сочувствующая. Которая вам может помочь, выслушать, подсказать, поддержать. Но и еще эта карта очень часто может вас вести, знаете, я говорю, под эгидой благотворительности. Можете реализовать себя в этом русле. Ну мы сейчас посмотрим, о чем здесь конкретно идет речь. Но как вы видите, здесь королева кубков Туз Пентакли. То по этим арканам это как помогать кому-то финансово. Оказывать, как я говорю, помощь, благотворительность, поддержку. Так и вы будете пытаться еще найти для себя новый источник заработка. Например, через творчество. Особенно кто увлекается хендмейд, либо подобными вещами. Или вопросы психологии. То для вас здесь очень прибыльное время. Вопросы работы. Дьявол. Созависимая ситуация, но вместе с тем, это как кому-то помогать бороться с его собственными пороками. Повторюсь, если вы себя видите в этом русле, как новое начало. Во всех остальных моментах дьявол это как созависимая ситуация от кого-то зависеть. Поэтому давайте будем просматривать. Посмотрим в первую очередь для тех, кто на данном этапе у нас не работает. То есть не работающие пенсионеры, домохозяйки, либо лица девушки в декрете. Ну вот видите, дьявол и двойка кубков. Это зависит от второй половины. От их заработка, от финансовой поддержки для вас. Ну и кого-то еще это от родственников. Потому что все-таки двойка кубков. То, что у нас отвечает за рот, за кровь, за поддержку ваших близких. Если же вы в статусе соискателя, то здесь по пятерке пентаклей крайне сложно будет что-то найти. Очень тяжелое время. Поэтому дьявол в этом случае показывает на вопросы кредитов, на какие-то суды, на попытки получить помощь или поддержку со стороны друзей и близких, чтобы выйти из этого сложного момента и этой кризисной ситуации. Так, для тех, кто у нас является наемным сотрудником, то дьявол и солнце это для вас большие перспективы. Это когда неожиданно подворачивается ситуация повышения по службе, либо увеличения заработка, но в обмен, ну по дьяволу, знаете, могут вставить какие-то условия. Например, кто-то от вас может требовать и личных отношений взамен на карьеру, а кто-то в принципе, знаете, служить верой и правдой, быть таким незримым оком на работе, чтобы вы им держали ухо востро и контролировали все процессы, но соответственно эту информацию доносили. Так, ну и для тех, у кого свой собственный бизнес, давайте посмотрим для вас. Дьявол и сила, прекрасные арканы. Это в первую очередь как новые виды заработка, причем заработок очень высокий в большинстве случаев. Ну как, не могу сказать, что нелегальный, но доход, который вы не будете показывать, не будете афишировать, но для вас здесь прекрасные перспективы. Тем более обратите внимание в плане финансов по шпентаклей. С одной стороны карта, которая говорит о том, что вы можете тратиться на новый опыт, курсы, повышение квалификации и зарабатывать немного, но знаете, говорю, ниже среднего. Но вместе с тем эта карта часто показывает людей, которые некий период находится на содержании. Ну как я здесь говорю, да, на содержании вашей второй половины. Потому что карта у нас символизирует содержанток, не могу сказать, что прям альфонсов, но в любом случае это ситуация, когда некий период вы можете от кого-то финансово зависеть. Ну помимо всего прочего, здесь обусловлены траты на детей, если у вас есть дети. Это могут быть как какие-то лагеря отдыха, какие-то секции, кружки. То есть то, что от вас потребует дополнительных растрат. Здоровье. Перевернутый король жезлов. Карта, которая говорит о ухудшении состояния, особенно кто страдает давлением, либо является метеозависимым человеком. А также вопросы связаны с сосудами и связки сухожилия. Поэтому на это очень большой акцент, очень пристальное внимание. Вопросы личной жизни. У вас здесь ложится аркан умеренности. Ну что могу сказать? Ровно. Ровно. И по сути здесь ситуация, которая вам создают зону комфорта. Сейчас объясню почему. Потому что для тех, кто свободен, умеренность и суд это попытки восстановления отношений из прошлого. То, что вам принесет зону комфорта. Наконец-то, знаете, какое-то умиротворение, либо успокоение. Для тех же, кто у нас находится в любовных треугольниках, то умеренность и мир это как или определиться со взаимоотношениями, то есть с кем вы хотите дальше идти по жизни. Ну и как следствие для себя закрыть отношения, которые и жили, а с другими перейти на новый уровень. Потому что умеренность, мир, добиться зоны комфорта, добиться того, чтобы вы состояли в тех союзах, которые вас радуют. Ну и если на данном этапе вы в стабильных связях, то умеренность и королева жезлов это раскрытие потенциала, возможности. То есть, знаете, в большей степени созвучно для женщин. Будете рулить в вашей паре, в вашем союзе, потому что как вы захотите, так и будут развиваться ваши взаимоотношения. Для мужчин это, знаете, как акцент положиться на свою партнершу, на женщину, потому что именно от нее будет зависеть зона вашего комфорта. Совет. По семерке мечей. Очень интересная карта. Объясню почему. С одной стороны, аркан предательства, измен. Карта неприязни, нечестности. Так вот, здесь могу сказать ключевой совет. Это, знаете, как доверяй, но проверяй. Это касается как ваших близких, друзей, родственников, кому угодно. Потому что на самом деле вы можете получить такую ситуацию, как кто-то держит камень за пазухой. Как раз от тех людей, от которых вы меньше всего этого ожидаете. Ну, давайте посмотрим, кто тут и что тут. Семерка мечей и звезда. Это люди, которые пытаются обесценивать ваш потенциал, ваши таланты, либо их высмеивать, потому что на самом деле видят, что у вас таковые возможности есть. Почему? Потому что здесь не то, чтобы вы не загордились. В большей степени это еще может касаться вопросов взаимоотношений. Когда партнер или партнерша пытаются занизить вашу самооценку, чем-то вас обесценить. Почему? Потому что понимают и осознают, что вы достойны большего и лучшего. И сможете, знаете, как легко найти замену нерадивому партнеру. Поэтому здесь внимательны будьте в этой ситуации. Ну, а в остальном, смотрите, клевер, сердце, сова и дно колоды мужчина. О чем это говорит? В первую очередь, это акцент на то, что будьте мудрыми в союзе, будьте мудрыми в отношениях. Если смотрит меня мужчина, то есть здесь вам нужно опираться на действительность чувств вашей партнерши. То есть оценивать не по словам, а оценивать по поступкам. То есть нужно смотреть в корень, не быть одурманенными любовью, как показывает здесь аркан. Для женщин, по сути, ситуация аналогичная. Потому что здесь, знаете, как, ну опять же, доверяй, но проверяй. Если даже вы любите, здраво смотрите на ситуацию. Потому что в этом случае дно колоды может указывать на то, что мужчина может манипулировать вами. Вы этого можете не понимать, либо не осознавать. Поэтому, знаете, как совет, я бы даже сказала по картам, ну не любить вслепую. Потому что здесь это, в принципе, вопросы влюбленности. Отношения, безусловно, приносят радость, удачу. Такое, вы знаете, какое-то, может быть, романтическое приключение. Но вы должны понимать, что человек в этом случае, допустим, ваш партнер или партнерша, слишком влюбчивый. Поэтому здесь это, знаете, как ситуация. Не очаровываться, либо не идеализировать вашего партнера или партнерши. Потому что на самом деле можете быть разочарованы в этой ситуации. Так как здесь это, знаете, грусть, либо осознание каких-то вот тайных встреч, о которых вы можете услышать, либо узнать. Допустим, соседка вам утрирована сказала, вы информацию перепроверили, выяснили, что это правда. Если же эта ситуация связана у кого-то, будет служебным романом, то вы должны понимать, что это отношения, которые вы не должны афишировать никому. Ни коллеге, ни друзьям, товарищам. Иначе эта информация сработает против вас. Так, так как у нас здесь уязвимыми точками являются и вопросы финансов, и вопросы здоровья, то наша задача весь негатив для вас перекрыть позитивом. Мы закроем арканом умеренность. Карты баланса, новых возможностей, новых шансов, новых перспектив. Картами удачи. Мы сейчас даже вот так это с вами сделаем. Пусть здесь будет мир, солнце, звезда и тут спинтакли. Пусть в вашем доме царит дом, благодать, комфорт и баланс. Но я от вас буду ждать обратной связи по прошествии времени. Как для вас отыграется этот расклад и насколько он с вами будет созвучным. Поэтому не забывайте оставлять вашу обратную связь. Если видео было полезным, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Ну а для тех, для кого актуальны индивидуальные консультации или же обучение на картах Таро, то ссылки на мои контакты всегда сможете найти по любым из моих видео или в шапке YouTube канала. Я вас искренне благодарю за просмотр. С вами не прощаюсь и до новых встреч.